Так, а вот на наших экранах появляется Роман Шторм, новичок команды, совсем молодой дотер, которому 39. Вот, Рома. 40 исполнилось вчера. Черт побери, с днем рождения. Спасибо, спрошу. Рома, расскажи нам, пожалуйста, вот, каково тебе было побывать на чемпионате мира в серьезной роли серьезного игрока. Да, просто, насколько я знаю, у тебя есть определенные заслуги на казахстанской дота-сцене, но, по-моему, на международных турнирах... Ты была первая. Да, ты не бывал, несмотря на то, что играешь в доту довольно долго. Как вообще эмоции? Был ли лично у тебя какой-то отдельный мандраж? Почерпнул ли ты что-нибудь новое для себя с международного ивента? Страх был. Подчеркнуть, ну, подчеркнул, но это только для меня. В плане, то, что я не расскажу, да. То, что подчеркнул я в плане нашей команды, это не мне рассказывать и решать, а будет решать все вместе. Но опыта очень много. Ты хочешь сказать, что вы возьмете, не знаю, шестого игрока и будете играть шестеро вместо пятерых? Нет? Семером мы думали. Семером? Да. Я понял. Там фишка есть, один мышку крутит, второй клаван. Ладно, все, давай, давай, ближе к теме. Рома, вот я пристально смотрел за тем, как ты стерил все с Бладой и убивал товара. Зачем, Рома? Когда Рома добивал товара, он всегда говорил, сейчас Матрик смотрит и говорит. Я не специально, я автооттачил. А когда ФБ, это да. Это да. Я его не специально забрал, если бы я не забрал, он бы ушел. Уронено Спектр, но я заберу ФБ, ничего страшного там, да? Когда я у Спектр и ФБ забрал. Ну, по-моему, было, кажется. Нет, мы на Миде с Мантисом ФБ взяли, я под Тауэр забежал, чуть не умею. Один раз я украл ФБ и после этого еще два Таура. То есть, казахские народные традиции. Да, что ты делаешь, в Аршавске. Да, да, да. Это было случайно Таура я автооттачил, я не хотел. Ну, а вообще, я думаю, лично для себя, вот, да, если не судить с командной точки зрения, никак вообще не судить, да. Лично для себя ты получил какой-то заряд, наверное, адреналина, да, от того, что впервые побывал на крупном международном ивенте. Так ли это? Да, так. Там даже не то, что адреналин, а массу опыта, именно общение с командой, ну, во многом. Меньше даже в игре, больше в команде. Хорошо, и, наверное, последний вопрос. Конечно, да, вот, собственно, я, наверное, такое небольшое вступление от себя для всех тех, кто посмотрит это видео в наших группах. Там открылась, поднялась очень большая дискуссия, что вам нужно делать с командой, кто кем должен играть, кто хорошо играет, кто плохо, это ДТП, образно говоря. Вот я хочу, наверное, сказать, что, ребят, мы крайне признательны вашим вниманием, но, к сожалению, такие вещи, это не только дело команды, но и скрытое дело команды. Но, тем не менее, подвожу теперь тебя к вопросам. Вот из того, что можно сказать, как думаешь, какие далее изменения последуют в плане там, что вы будете менять, вот, чтобы улучшить свою игру, вот, приблизительно хотя бы, то есть роли, либо тимплеи улучшать, либо, ну, вот, шаги, которые нужно предпринять, из тех шагов, которые можно огласить. Пахдон, no comments. Я расскажу. То есть, вы... ДТП расскажет, он у нас кэп. Андрей? Да. Пахдон. Скажите пару слов. Пару слов. Пару слов, понятно. Ну, ладно, на этом тогда все. Мы еще попытаемся загангать еще кого-нибудь. Все, парижские хроники, часть 5.